Демократы строят отчаянные планы на случай победы Трампа. Свой сценарий представил журнал The Atlantic, рупор либеральных атлантистов. Они предлагают заблокировать в Конгрессе рссентификацию итогов выборов, если вдруг выиграет Трамп. Примечательно, что это не будет, по мнению левых, считаться переворотом. Это то, в чем они сегодня пытаются обвинить Трампа. Последние опросы совсем не радуют Демпартию. У Харвард Херрис Трамп обходит Байдена уже 52% на 48%. Демократы стремительно теряют поддержку ядерного электората, испаноязычных и молодежи. 48% американцев младше 34 лет готовы поддерживать Трампа. Они особенно сильно пострадали от кризисов эпохи байденизма, со взлетом инфляции и ипотечными неурядицами. Усугубляет ситуацию быстро ухудшающееся состояние самого Байдена. Аппаратчики Демпартии думают просто спрятать его от избирателей, как и в прошлые выборы, но вряд ли получится. Компанию же за Байдена предлагают ввести Камалу Херрис, Чете Обамы и Гевину Ньюсому. Но выглядеть это будет очень странно. Поэтому демократы заранее готовятся к возможной победе Трампа. Демократы выведут весь уличный актив, BLM, Антифа, а теперь еще и нелегалов со всего мира бунтовать на улице городов. Алекс Сорос уже пообещал потратить полтора миллиарда долларов на беспорядки. И одновременно будут пытаться через Конгресс не дать Трампу стать президентом. Фактически речь может идти о цветной революции в Вашингтоне, как последней попытке демократов удержать власть.